Полины нету сейчас. Полина сейчас убежала выгуливать своих детей. Трех. Все. Еще разочек, тогда маленький дубль. Меня зовут Дмитрий Тарасов, самой рядом Гала. Мы проводим сегодня белки. Вот для записи. Белки 20. Белки 20-20. Курс веселый. Еще раз оглашу, ребят, задачу. Конечно, задачу всегда помнить. Надо, чтобы вы сегодня побольше. Это главная задача этого курса. Если улыбки будут у вас хотя бы 45% всего времени, сколько мы будем белок создавать, все. Я считаю, курс удался. Все замечательно. И главное его польза, чтобы немножко дать волну такого пусть игрового, пусть хулиганского, но позитива. Вот это главная задача этой нашей сегодня встречи. Немножко повеселить себя, свою душеньку, ну и белку в том числе. Вот. Это не белка. Но там, где бегает белка, это тоже бывает, да. Так. С белками. Ну, что я еще вам предлагаю? Пищу и бумагу. Давайте с нее начнем. Все-таки по традиции белок. Есть у нас такая маленькая традиция. Я вам предлагаю сейчас свернуть листочек вот в таком положении, ребят, А4 формат. Еще вот так вот разочек вы сверните, вот чтобы такой был форматик. Это у нас получается А5, А6. Это у нас А6 формат. Вот. И на этом А6 формате пищи и бумаги на одной из его вот этих половинок, а сколько их получается? Раз, два, три, четыре умноженное на два. Восемь сторон получается. Вот на одной из восьми сторон я вас попрошу нарисуйте свою первую белку карандашиком, без красок, схематично, не схематично, но вот сделайте вашу первую белку, чтобы у вас было от чего плясать, чтобы у вас появилась первая белка, потом будет у вас вторая, там сегодня может даже еще и третью, а потом может еще и четвертую успеем сделать вот через два дня. Да, через два дня мы с вами еще с белками встретимся, вот, и там еще, может быть, появится белка, поэтому вот у вас будет у вас белковая галерея. Вот, а сейчас вам надо буквально вот минут пять-шесть, ребят, сделайте вашу первую белку. Первая белка, вот такая вот первая. Дмитрий, листок разрезать? Нет, не обязательно, не надо. А мы карандашом ее или красками? Карандашом, карандашом, не надо краски пока, это будет долго, за пять минут не справитесь. Вот, не зная броду, вот просто как вы ее ощущаете, как вы ее чувствуете, вспомните, что вы помните, где-то видели, может быть, эту белку, когда вот ее с ней встречались, когда были какие-то с ней встречи, кормление белок, наблюдение белок, когда белки вашими тырили, они тоже умеют, вот любые формы. Может быть, кто-то знаком с брундуками, это, в принципе, тоже такая близко к белкам обстановка в природе, стихия брундуков. Может, кто-то знает вот такие песчанки монгольские, они тоже очень близки к белкам, даже ближе. Существа интересные, существа лесные. Я пока вам ничего не рассказываю, ничего не показываю. На плотном Батмане или растает? Нет-нет-нет, это пищая бумага, ребят, будьте внимательны. Пищая бумага, обычная вот ксероксная принтерная тоненькая листочек для карандаша. Это вам для разгона, чтобы вы разогнались на белочку, не зная как. Спасибо. Вперва не зная как, да. А потом уже я вам буду накидывать некоторые моменты, которые можно учесть, чтобы белку делать самых разных вариантов. У нас, по-моему, сейчас таких основных белок, черные белки есть, и есть такие вот рыжеватые, вот как бы два вида таких белочек. Это разные такие немножко веточки. Вот я сейчас пока переключусь тоже на камеру другое. И вот тут будет белка. Ну, белка из ледникового периода, как бы визитная карточка этого микросериала. В общем-то, она, конечно, тут интересный такой синтез. Саблезубая белка, сами понимаете, дело серьезное. Но, тем не менее, персонаж удался и, в общем-то, захватил внимание многих миллионов и юных зрителей, и не юных зрителей. Так, у нас еще осталось немножко. А если какой-то сурок получается, а не белка? Ребят, это вот если улыбка появилась, Равин, то все хорошо. Если сурок появился, а улыбка на лицо не попала, плохо все. Все плохо. А если сурок, а если птичка какая-то? В этом-то и изюминка, чтобы вы сейчас, не зная как, сделали что-то эдак. Не, у меня хомяк, просто хвост побольше делаешь, и уже белка. Вот, Антонина, спасибо. Лайфхак. Как из хомяка делается белка. Хомяк почти сурок, в принципе. Так что легкий апгрейд хвоста. И вот у вас уже будет белка. А белки, кстати, тоже в разные периоды, в разные фазы возраста, в разные фазы сытости. Тоже очень по-разному выглядят. Если мы хвост не видим, реально можно спутать ее и с сурком каким-нибудь. Даже на хорька. Признаки хорька даже есть изредка. Я чувствую, что я прохочусь сегодня. Вот, еще пару минуточек, ребят. Потихонечку завершайте вашу первую белку. Берегите эту белку. Это у вас белка, которая вот... Ну, кто белок рисовал, конечно, тоже будет какой-то верстовой столб. Вот, если вы вот с того курса, когда мы делали белки, 12 лет больше белки не рисовали, то вот у вас очередной верстовой столб, еще одна. Следующая белка через 12 лет. Как прошла первая белка наша. А что же у нас там было? У нас там были крокодилы-белки, я помню. Получались вот у кого-то там тоже были большие открытия. Кошка-белка была. Песа-белка не появлялась. Потом уже так и там придумали, что можно так же, как кошку, так и песа-белку сделать. Ну, в принципе, вот эта вот белка из саблезуба, которая, она действительно так подходит, в принципе, для крокодильчика такого. В принципе, если эти зубки как крокодильчиковые взяты, проинтегрированы от крокодила, то, в общем-то, получается вот крокодила-белка из ледникового периода. Так, ребят, потихонечку завершаем. Теперь уже все. Еще раз предлагаю вам беречь ваших первобелок. Действительно, это очень важный момент, ребят, пригодятся. Но нам будут нужны все оставшиеся стороны этого листочка тоже. Мы на них сейчас с вами потренируемся, с некоторыми моментами, связанные, ну, с теми же пропорциями белки основные. Хотя, конечно, всегда можно эти пропорции шевелить. Вот всегда. Вот. Я вам пока предлагаю сделать вот на одной из таких вот закладочек, там нашу первую белку пока спрячьте. А вот на нашем листочке, вот этом на одной из сторон, я предлагаю сделать овальчик. Такой большой, довольно овальчик, крупненький. Немножко яйцеобразный и наклоненный слегка. Виктория пришла. Вот. Наклоненный овал, чтобы он был такой немножечко с осью наклонной. Вот. Это будет тушка будущей нашей белки. Затем я вам предлагаю к этой тушке добавить немножко будущий намек на голову. Тоже уже поменьше шариком, как бы намек на голову. Мы сейчас немножко поиграем разными такими моментами с белочкой связанными. Вот. Затем после этого шарика будущей головы, он, конечно, гораздо поменьше, чем сама тушка. А вот задняя лапочка, когда белка сидит, тоже образует такой овальчик. Вот тоже давайте сейчас его сформируем. Он как раз в основании. Вот. Его размер тоже может быть варьироваться. Может быть побольше, может быть поменьше. Вот. Тут тоже смело тренируйтесь. Наблюдайте варианты. Вот. Следующий момент, ребят. Вот это вот местечко, где затылочек, его надо будет сгладить. Вот прям так раз, так вот, прям со спинки заходите вот на этот шарик. Сейчас немножечко резкость наведу. Вот, порезче сделаю немножко. Лапочку маленькую. Вот здесь вот как у кенгурушечки. Очень похожа такая кенгуровая ситуация. Она же и у бурундуков, и у тушканчиков, и у песчанок. Вот лапочку вот здесь вот такую сформируем, как бы начальную. Вот. Предположительно, где-то на центре вот этого нашей сферки поставьте себе точечку. В сторону смотрящую. В данном случае белка тогда будет смотреть уже вот в эту сторону. Это носик. Впоследствии это будет носик. Если вы поставите сюда эту точку, то белка будет смотреть вверх. Если сюда, белка смотрит вниз. И, соответственно, потом расположение ушек будет меняться. Ушки правее, ушки левее и так далее. Вот пока белка пока прямо смотрит. Вот что-то там увидела в грядущем. И тоже вот с этого места теперь выводим такую легкую дугу плавненькую. Только здесь уже дуга, горлышко своеобразное такое вот будет, как горлышко. Вот такая вот матрешечка получается. Немножко сдвинутая. Кстати, интересно, белка-матрешка. Тоже можно разработать дизайн белки-матрешки. Так, у Виктории там какая-то белка рядом сидит. Явно. Вот теперь хвост, ребят. Самое главное у белки хвост. Это очень подвижная штучка. Можно ее заворачивать колечком. Можно ее закруглять и не закруглять. Можно ее положить прям так белке чуть ли не на голову. Она может и вот здесь вот так вот быть. Позиции хвоста очень многовариантны. Хвост у белки очень важный элемент. Это очень важный элемент в основном для балансировки. Одна из функций – балансировка. Когда белка прыгает, как мартышка, по деревьям, вот этот хвост позволяет ей не упасть куда-то, удержать равновесие на веточках. Практически это очень подвижно. Ну, кто кормил белок, видели, как они им двигают. Это очень подвижный хвост. Он очень динамический, очень такой. Вот я в разных ситуациях сейчас его так завернул. Именно серединку этого хвоста. Вот то, что я сейчас сделал, это серединка, ребят. А уже потом появляется вот эта вот пушистость этого хвоста. Вот как бы вы его не завернули, у вас уже там пушистость вокруг хвоста уже большущая. И, соответственно, как бы вы не завернули ваш хвост, вот вокруг этого центра хвоста появляется пушистость. Завернете ли вы его назад, то будет пушистость назад. Сейчас попробую, если не запутаетесь, потом, конечно. Тут вот так вот я заверну эту пушистость. Жих! Вот сразу так, пумц, хвостик. Вот такой вот запушистый хвост. Очень разный. Один вариант, второй вариант. Ну, третий пока не буду, потом в другом месте его сделаем. Ну и, конечно же, один из элементов такого именно силуэта, пока силуэт я белки вам показываю, это ушки. Знаменитые ушки с кончиками ушей. Когда белки линяют, все художники мира собираются около белок линяющих и собирают из их ушек упавшие волоски и делают первый номер кисточек. Помните, белка была такая вот? Белка, первый номер. У кого возможности больше там собрать волосков, те еще делают второй номер. Вот лучше акварельные кисточки. Вот белка, если настороженно смотрит вперед немножко. Кисточки как раз вот здесь находятся, если вы помните. Вот ушки насторожились. Кто-то хочет утащить мои волоски на кисточке. Это вот настороженная белка сейчас смотрит, что там происходит впереди. Что делать? Как быть? Ну, ребят, тоже вот как бы ушки ушками, но тем не менее, очень часто бывают белочки, у которых ушечки просто такие вот, как маленький лепесточек такой вот. Вот раз, вот лепесточек такой вот. Да, мохнаточка там присутствует по краешку чуть-чуть. Вот один лепесточек здесь торчит, другой лепесточек вот оттуда выглядывает немножечко. Немножечко, и все. Даже кисточек толком нету. Но почему-то многие и мультипликаторы, и художники-анималисты это называется, вот любят делать повыше, побольше вот эти вот кисточки, чтобы они такие были прям вот на первый номер хватило, и на второй номер кисточки хватило. Вот прям такие большущенькие, такие вот. Прям такие ой-ой-ой. Вот явно, чтобы кисточки вот можно было потом сделать. Вот. Ну и сейчас некоторые подробности, о которых я хотел бы вам рассказать, уже будут связаны с головушкой нашей белочки и с лапкой, которая как раз вот здесь вот, передние лапки. Ну или руки. Руки-белки, потому что у них довольно развита моторика, поэтому сложно назвать это лапками. Вот. Сложно назвать это передними ногами. Задние ноги, передние ноги. Ну как-то вот тут уже сложности появляются, потому что они довольно хорошо хватают. Они довольно хорошо могут пальпаться и заниматься своим пальчиком. Они у них очень разработаны, суставчики. Вот если вы наблюдали, как они перебирают там разные штучки, как они могут складывать, раскладывать. В общем, такие белки. Не держите дома белок. На всякий случай вам даю совет. Даже мартышка безопаснее для дома, чем белка. Белка — это все. Это хуже, чем 25 мартышек в доме одновременно. Вот. Она вам там устроит много чего. Итак, ребят, первое, что я предлагаю. Немножко сделать более плосенький такой вот этот вот лобик. И перед носиком немножко вывести этот лобик вперед чуть-чуть, чтобы такая получилась небольшая как бы такая пипочка в районе как раз носика будущего. Слегка. Сам носик можно как раз здесь сделать маленькую такую вот скобочку, такую небольшую в районе вот этой точечки вверх, чуть-чуть немножко такая маленькая скобочка вверх, и все. Расположение глаза. Если от носика вот к концу уха такую линию провести небольшую вот, то вот как раз на линии вот эту вот, где эта линия идет вверх и пересекается центральная часть вот этой сферки вашей, как раз будет верхняя века этой белочки. Имейте в виду, белки — существа, которые могут моргать. И хотя это грызуны, как и мыши, как и крысы, тоже грызуны, и зайцы грызуны, тем не менее белки умеют моргать. Это очень важный элемент. Не всякие крыски умеют моргать. Не так их много, которые моргают. Есть очень много крыс, которые не моргают. И уж тем более мыши не моргают. А вот у этих прям такое есть веко развитое. Они могут жмуриться, они могут делать круглые глаза. Сейчас вот здесь сделаю пока кругленький глаз. Очень часто нижнее веко бывает немножко такое, более прямое. А если вы помните, что такое прямое веко, то когда у глаза прямое веко снизу, нижнее веко прямое, именно нижнее, появляется хитринка в глазах. Какая-то такая задоринка. Знаменитый критский глаз. Вот критские всевозможные росписи во дворцах старых критомекенских культур. Там у всех вот прямое нижнее веко. Из-за этого появляется, даже если нет улыбки, все равно ощущение, что человек улыбается. Вот поэтому критский глаз у белки присутствует. Тоже очень важный. Она уже такая немножко хулиганистая. Сам ротик немножко находится чуть ниже носика. Тоже маленькая-маленькая такая прям щелочка. Тоже его можно улыбнуть. Можно сделать легкую улыбочку, такую микро-микро-улыбочку. Ну и, ребята, это тоже, как бы я еще раз повторюсь, задача курса, чтобы вы улыбались почаще. Хотя бы в момент, пока вы рисуете белку. А там уж видно будет. Вы можете эту картинку потом где-нибудь себе повесить, чтобы так, проходя мимо нее, так вот проходите, мимо нее так, опс, улыбнулись. Ну, потому что без улыбки на нее смотреть сложно. Она заставит вам делать поднятие уголков губ чуть-чуть вверх. В наше время это очень важно. Не буду проблематику освещать. Посмотрите в интернете важность улыбки в 21 веке. Вот. Рученька. Давайте рученька. Она подвижна, конечно же. Конечно, она может шевелиться, двигаться. Выходит потихонечку с нижней части. Очень часто образует такой красивой, как бы манжеточкой такой вот здесь. Ну, как бы я карту шерсти вам на следующем рисунке покажу. Здесь пока только так вот общая структура. Но, в принципе, из-за шерсти вот появляется ощущение, что вся рученька такая, как будто бы она такая вот, ну, вроде бы и пухленькая. Но на самом деле она не пухленькая. Она довольно такая изящная, тоненькая. Лапочка сразу переходит. Я пока так лапочки сложу вот здесь вот в маленькую такую вот, как маленький такой кулачок. Такой немножко сложенная ладошка чуть-чуть. Вот, чтобы легче потом держать было что-то. На всякий случай. Как символ. Символ белки что-нибудь стырить. Вкусное. Это важно. И то, что сделали в ледниковом периоде, они всего лишь взяли информацию, которую все знаете про белок. Белки часто что-нибудь тырят и прячут. И то, что белка стырила и спрятала, белка запоминает, где лежит. Вот с точки зрения архетипа, ребят, тоже очень важный тотемный момент. Вот кто любит этих белок больше, чем вот прям вот особо других животных, видимо, какая-то есть связь. Белка все, что сныкала, все помнит, где это заныкано. В отличие от сойки, которая тоже больше, чем белка, тырит все, но сойка не помнит, куда сложила. Поэтому прорастают там и сям, в лесу на пеньках какие-нибудь дубочки вырастают. Пенек еловый, а из него дубочек вылазит. Это вот сойка, заныкала там когда-то желудь и забыла про него. Белка не забудет, где желудь лежит. Так что вот эта вот хозяйственность белки – это особый такой элемент. То есть практически вся лапочка, в которой где-то есть и локоток, вот в этой зоне локоток присутствует где-то все посерединке вот этой вот, и вот это вот предплечье, и вот эта кисть, ладошки, они в принципе образуются вот в такую небольшую, что ли, треугольную такую вытяжку. Иногда она очень пушистая, и из-за этой пушистости не видно вот этих всех элементов, которые связаны же с анатомией. Ну и вообще сама белка очень пушиста, в принципе. И этот пух, вот эта вот опушка белки от слова опух, вот она как раз делает белку, даже иногда кажется, что она толстенькая. На самом деле белки не толстенькие. В толстенькой белке очень тяжеловато будет прыгать и бегать по веткам, по деревьям лазить, поэтому там все хорошо в этом плане. Даже если у нее детки бельчата, все равно она довольно резвая, быстрая такая сущность. Есть еще один элемент, который часто используют мультипликаторы, но он взят из реальных белочек. Вот эта вот щечка сформирована, щечка, которая образует вот эту вот, как раз вот задоринку у белки. Вот эта вот щечка немножко хомячая, в принципе, да, у хомяков, у сурков, у кроликов, у зайчиков, у морских свинок тоже вот этот элемент, он присутствует. Барундуков, песчанок тоже. Вот, и вот эта вот щечка как раз иногда бывает очень сильно подчеркнута мультипликаторами, но в жизни она пухленькая, но не настолько сильно, как это у мультипликаторов. У мультипликаторов, если помните, даже они делают вот иногда вот вторую вот щечечку вот здесь вот так вот выводят, вот чтобы прям такая была прям, ух, такая вот, чуть ли не бурундущая такая щечечка. Вот, но иногда мы с вами будем все-таки делать вот эту верхнюю линию, чуть более светленькой, чтобы был намек вот на эту вот всю структурку. Ну, и с глазиком некоторые моменты, ребят. Если глазик у белки весь черненький, то маленький блик, вот даже сейчас на карандашике, я вам предлагаю маленький-маленький такую беленькую точечку там оставьте, а все остальное черненьким заведите. Это один момент. Второй момент. Не поленитесь, сделайте века небольшое над глазиком белки чуть-чуть, вот легонечко. Пусть это будет пока мультипликационно-схематично, но там действительно есть века, и его действительно придется нам выделять. Тогда белка будет более белковистее, и взгляд ее будет более пристальный. Вот, кто забыл, напомню, ребят, глаза – это вход в душу, не только у людей. Через глаза мы соединяемся, как будто общаемся с душой того, что мы рисуем. Если вы глаза нарисуете у спичного коробка, это уже будет не просто спичный коробок. Поэтому осторожнее рисуйте глаза, где ни попа, где ни рисуйте. Хотя ничего плохого в спичном коробке тоже нет. Собственно говоря, вот сейчас то, что я вам сделал, это, ребят, общий конструкт. Вот, что может видоизменяться? Ну, конечно же, размер вот этой ляжечки. Эта ляжечка может меняться. Она бывает маленькая совсем, бывает худенькая такая, малюсенькая, бывает тут такая прям приплюснутая немножечко. Убельчат особенно не так сильно развито. Животик тоже можно сделать более таким вот слегка-слегка поджареньким таким вот тоже. В принципе, вот это тоже видоизменяется. Ушки. Есть белки, которые чуть ли не зайцы. Есть такие сорта, хотел сказать. Сорта белок. Вот, есть очень высокие вот эти вот. Но там не ушки на самом деле, ушки-то маленькие. А вот эти вот метелки на них. Вот эти метелки, даже рысь будет завидовать. Ну, такие высокие, надо, бывают. Вот прям вот, ой-ой-ой, какие. Возможно, они играют ту же роль, что и у котов играют роль вибрисы. Такие вот. То, что мы усами называем у котов, на самом деле не усы. А вот эти вибрисы. Эти вибрисы реагируют на любую вибрацию в пространстве. Пошевелилась ветка. Белка уже знает через много метров, что ветка пошевелилась. А от чего ветка пошевелилась? То ли по ней кто-то пробежался, то ли ветер пошевелил. Неизвестно. Но вот эти вот как раз кончики могут дать информацию, от чего ветка пошевелилась. Вот это тоже такой момент. Вот такая белочка. Сейчас я спрошу эту же белку еще раз нарисовать только бледненьким карандашиком. Сильно не нажимая. Можете прямо ее срисовать. Можете ее слегка вот так вот видя, вот развернуть, чтобы вы ее видели. И приблизительно. Таким же намеком, ребят. Вот у нас был овальчик раз, овальчик два. Там можете слегка сразу в одну линию тут же это все выводить. Сразу такую удивленную белку. Можно носик вверху приподнять. Соответственно, ушко сдвинется немножко в сторону. Ляжечка это там. С ляжечки лапочка выглядывает. Такой мне хвостик пушистенький. Сильно пока его не сгибаете. Я хотел вам сейчас дать некий намек на карту. Карту шерсти. Так это назовем. Глазик какой-нибудь намекните. Верхняя века обычно совпадает с линией, которую вы проводите от носика к уху. Где-то если в среднюю часть уха провести эту линию, то верхняя века как раз задевает эту верхушку. А вниз там уже можете... Есть и крупноглазые белки, есть и мелкоглазые белки. Разные. Лапочку пока выведем вперед. Даже можно ладошкой ее там немножко кверху. Ой, что получилось. Клянчущая белка получилась. Дайте вкусняшку, говорит. Ну, белки, говорят, есть разные. Нам вчера рассказали про белочку, которая как раз позировала для всех посетителей какого-то парка. Даже не помню, в каком городе. Но только за вкусняшку. Ей давали вкусняшку. После этого она забегала на холмик и начинала принимать позы всякие. Ее там всякие... Запиливали видео там, фоткали по-разному. Потом, когда кончалось, как бы вот, видимо, по ее мнению, что вот то, что за вкусняшку она получила, она уходила оттуда. Вот белки очень сообразительные. Имейте в виду. Вот. И сейчас я хочу вам рассказать, показать. Это структура шерсти. Вектор шерсти. Я обычно это тогда... Кстати, первый раз я это слово придумал именно на белках. Векторная карта шерсти. Вот. Как располагается шерсть у белочки. В частности, вот. У котов немножко там свои особенности. У собак свои особенности. У коней свои особенности. У всех животных есть особенности расположения, вот направления. Вектор — это направление. Вот. Как бы карта направлений шерсти. Эта белка будет смешная. Сразу скажу, ребят. Можно улыбаться уже. В принципе. Сейчас будет такая белка. Ну, почти белка-дикобраз. Единственное, что я спорошу, среднюю линию хвоста давайте все-таки обозначим. Тот хвост, который мы не видим. Вы же знаете, как хвост выглядит у любого существа? По большому счету, это вот как у крыски. Такой вот хвостик там проходит внутри. Мы не видим его, потому что он весь покрыт пухом. Очень красивым и шерсткой. Поэтому мы не видим, что он как у крыски. Но при этом белка может им так орудовать виртуозно, как апохалом, как отвлекающим элементом. Если за белкой кто-то гонится, то она хвостом может запутать. Хвост вправо, а сама прыгнула влево. И все. Преследователь ошибся. Потерял скорость. Вот. Итак, давайте с хвоста начнем сейчас. Я обычно с носа начинал. Вот сегодня с хвоста начнем, ребят, давайте. В самой верхней точке приблизительно все ворсинки в основном идут немножко кверху, как в дереве на макушке. А потом чуть ниже начинают двигаться во все стороны как бы дыбом. Вот такие направления надо будет нам делать, тренироваться кисточкой. И потихоньку вот так вот торчком во все стороны, все ближе и ближе к тушке белки приближаемся. И вот подходим потихонечку к самому тельцу. Вот это вот будет карта движения нашей кисточки с шерстью у белки. Соответственно, если хвост как-то заворачивается, то вам надо вот это все учитывая, если там хвост колечком завернулся, то вот если это кончик хвоста, то на самой, как бы, кисточка хвоста, она немножко такая в направлении кончика хвоста, а потом это начинает все разворачиваться. Вот в одну сторону развернул, вот в другую сторону разворачиваю. Вот образно, если он завернулся там в другую сторону. То есть куда вы будете заворачивать ваш хвостик, вот по этой структуре надо будет все это и заворачивать дальше. Это хвост. Вот сейчас лапочки давайте немножко. Вот здесь вот сама вот эта стопа, пяточка где-то вот здесь спрятана сейчас у нее под ляжечкой. Вот здесь стопа с пальчиками такими выглядывающими. Обычно мы видим три пальчика, четыре таких, ну они немножко рудиментарные, но видимо для нас, для художников, вот в таком положении три пальчика обычно часто. Четвертый мы не увидим, он с той стороны. Пятый пальчик, он как вот у кошечек, немножко стертый там маленький такой. Вот, а это вот маленький пальчик. Здесь коротенькая шорстка, которую можно даже сильно не обозначать, а вот дальше вот вся эта ляжечка практически построена вот таким вот образом. Гладенько, во все немножечко так стороны. Вот это то, что я кисточкой сейчас, ой, по карандашкам делаю, это вот направление кисточек вот как бы во все стороны тоже таким небольшим ёршиком. Но каждое это движение, это заостренная шерстинка, ребят, имейте ввиду. Вот, то есть это все очень гладенько. Вот, все остальное, то я почему начал с хвоста и вот с этой вот ляжечки, они немножко такие, ну, непривычные немного. А вот все остальное, как почти как у многих животных, особенно тем, кому надо прыгнуть в кусты. Шерсть работает как своеобразная такая смазочка, чтобы животное легко проскочило в самые такие плотненькие кусты, в плотную траву. И вот прям туда вот вошла туда вот, поэтому от кончиком носа вот именно вот этим местом животное прыгает в кусточки. Вот с этого места оно как раз в кустарник какой-нибудь плотный забегает. И, соответственно, все от этого места, все шерстинки должны идти в направлении, вот как вот вы это видите у многих животных, в том числе, кстати, и у кошек. От носа тоже шерстиночки уходят по направлению, вот к спиночке туда вот они уходят, к началу хвоста. Хвост, когда выпрямляется, он тоже приобретает такую форму, которая приглаживается при впрыгивании в кустарник. Вот по животику тоже это все спускается так вот сюда уже в направлении животика. То есть практически вся эта пушистость именно для того, чтобы легко проскользнуть, куда-то проскользнуть по щечке. Вот здесь вот я пошел в специальные движения вот эти вот тоже, выкруживаю движения по щечке. Здесь еще шерстинки маленькие по голове, конечно, идут, более крупненькие уже начинаются на спинке, на животике, но все движения вот приблизительно в направлении хвостика туда вот, к основанию хвоста. Лапочки. Вот маленькая лапочка. Здесь тоже интересная такая вот, сейчас даже отдельно, наверное, еще изображу эту лапочку. Вот если это вот лапочка. Вот. Ну вот там маленькая ладошечка, например, такая тут с логоточками небольшими, там пальчики. Вот ладошечка. Тут как раз шерстинки, ребята, идут вот в таком направлении. От верхней части руки, так сказать. Все-таки это рука. Уж слишком она развитая. Именно от верхней части вниз. Причем в районе локоточков немножко более длинненькие шерстинки могут быть. Вот такой момент. И ушки. Ушки, передняя часть более ровненькая, а вот назад как бы такая мохнаточка. Как раз обрамляющий локатор. Как бы сам локатор будет, допустим, вот этот вот здесь. Вот ушки подвижные, как и у зайца, кстати. Также могут шевелить, разворачивать их, послушать там, послушать там. Локаторы хорошие. Вот что касается именно самой карточки вот этих движений. Вот. Следующая наша тренировка, ребят, будет связана уже непосредственно с этими, с кисточками. Иногда, кстати, бывает такой элемент, уже у некоторых белок вы это увидите, в районе над бровью немножко как будто такая крышка головы, немножечко там самого черепа, более такая как бы дуга есть, горбинка такая небольшая на мордочке. Этот элемент есть, ребят. У многих белочек. Вот. У вас могут появиться сейчас первые бельчата, бельчонки маленькие. Вот. Но сначала, прежде чем мы прыгнем на это все, ребят, я вам хотел бы сейчас потренировать вас чуть-чуть, чтобы вы рукой привыкли к шерсти. Шерсть немножко непривычное движение самой руки. И ее красиво можно делать разными кисточками. Наверное, лучше всех все-таки щетинки колюченькие и синтетики плоские. Именно плоские. Надо будет подобрать густоту. Вот в чем сложность. Подбор густоты краски такой, чтобы она была и не жидкая, и не густая. Вот какая-то такая вот как сливки, как жидкий йогурт, может быть. Вот что-то такое надо создать будет любым цветом. Сейчас я вам предлагаю, давайте потренируемся на охре. Охровая краска. Она, в принципе, присутствует в белках в большом количестве. Это охра. Особенно в лесных белках обычных наших русских. Ее много, этой красочки. И вот как раз на ней мы сейчас с вами потренируемся делать пушистости. Нужна будет плотная бумага. Тут жиденькая бумажка нам уже не понадобится. Вот эта пища. Вот какой-нибудь плотный лист. Так, я палитру сделаю где-нибудь вот здесь, чтобы ее было видно, что я буду там делать. Вот прямо сразу вот здесь я ее и сформирую. Итак, охра и вода. Вода и охра. Но сделать надо будет так, чтобы она была ни жидкая, ни густая. Так, золотистая охра мне попалась раньше всех. Значит, будет золотистая. Но по большому счету, ребят, не имеет никакого значения, какая охра. Какая попалась под руки, та и нужна. А вот кисточка имеет значение, какая, ребят. Тут только, к сожалению, подходят нам плоские. Любые плоские кисти. Уже смотрите потом, как вам будет легко работать либо синтетикой, либо щетинкой. Я положу синтетику вот раз. Ой, это щетинка. Извините. Ошибочка. И синтетику тоже приготовлю. Вот есть у меня синтетика. Вот синтетика. Две разных кисточки. Синтетика, конечно, вот у синтетики более ровный край. Она практически вот сбоку тонкая. Острая даже, остроконечная. Вот эта вот синтетика. А вот щетинка, она такая колюченькая, немножко такая вот бывалая уже кисточка. Но у нее жесткость есть. Более такая мощная, чем у синтетики. Протестирую обе. Номера, ребят, не говорю, потому что у всех фабрик разные номера. Это плоские кисточки сразу приплюснутые. Вот это важно. Вот сейчас еще сделаем одну маленькую тренировку. Сейчас я наведу чуть пожиже эту красочку, чтобы и не вода была, но и не густа была. И давайте потренируемся. Для начала эффекты травы. Кто работал с травой когда-нибудь, сейчас вспомните. Кто никогда не работал, ребят, движение такое. Кисточку положили легонечко и делаем взмах. Вот именно такой взмах, в котором при взмахе образуется структура штриха. Вот этот штрих нам и нужен. Если краски очень много на кисточке, вот как сейчас у меня ее очень много, конечно, он будет такой более пушистенький чересчур. Вот, можно так вот подогадать. Сейчас я ее немножко оботру. Вот здесь оботру чуть-чуть по краешку. Вот, теперь я могу регулировать пушистость более четче. Она даже получается немножко... Кочка я сейчас такой сделаю небольшой. Вот даже немножко такая вот слишком даже пушистая. Чересчур как раз краски слишком мало стало. Много пошло движений царапистых. И вот этот край как раз нам и нужен будет. Вот его мы и будем создавать. Сейчас кончики заряжу. Давайте вот здесь еще раз. Можно штрих делать протяжный, длинненький. Вот я так не спеша, ребята, это делаю. Вот смотрите, какие царапки получаются. Практически пушистость. Травяная, как трава. Очень на траву похоже. Для тренировки я вам предлагаю сделать даже здесь такой круглый шар. Пушистый. Допустим, вот если шар, шар, шар. Ну, круг. Давайте пока круг. Не будем пока шар. Это уж слишком шар. Давайте для начала круг. Это вот круг, например. А потом во все стороны его, так штрихом. Чем хорошо упражнение, ребят? Я вас попрошу, листочек не поворачивая, свою руку понапрягать. Делать вот эту пушистость таким вот мазком травы в разные стороны. Это непривычно для руки, правда. Ладно там в какую-то верх, например, или в бок немножко попроще будет. А вот, например, вниз на себя получается. Вот уже неудобно руке. Для нее это непривычно. Вот и сформируйте такой пушистый, мягкий шарик по текстуре. Ну, точнее, не шарик, все-таки круг. Пока круг. Наблюдайте, каким вы усилием делаете ту или иную шерстинку. Посмотрите, что будет где-нибудь отдельно. Например, что будет, если вы будете сильные, делать движения мощные, прям такие. Да, пушистость будет, но и расход краски больше, и больше случайных каких-то таких пуховых элементов. Если делать аккуратненько, не спеша, коротеньким движением. Тоже потренируйтесь отдельно. Легонечко, еле-еле-еле-еле-еле, касаясь едва-едва-едва-едва-едва. Пушистость более такая четенькая. Ей легче немножко управлять, когда коротенькие делаете взмахи. Вот поэтому, если что, там какая-то сложность появляется, отдохните там от шара, от круга точнее, и потренируйтесь, например, на бумажке на отдельном месте. Отдыхайте от шара, если что. Но в целом, ребята, да, это очень такое непривычное движение. В разные стороны, ну, не так уж легко. Хотя, вроде бы, упражнение так-то несложное, но, тем не менее, руке, обратите внимание, в каких-то позициях не очень комфортно. В каких-то нормально, в каких-то вот как-то приходится больше внимания так затрачивать, более контролировать так основательнее. Если касательно нашей белочки, то вот конкретно эта структура может пригодиться для нашей, как раз вот лапки задней, задней ноги нашей белки. Вот эта структура как раз. Щечки можно тоже по такой структуре выстроить, в принципе, но не такого размера, конечно. Вот, потренируйтесь. И сейчас усложним. Как, наверное, многие догадались, когда я взял охру, что после охры должна быть умбра. Они всегда парой ходят. Нужна будет умбра. Так, и куда же я делал умбру? Так, Дмитрий, умбру дай. Не дам. Не, ну без умбра не получится. Так, умбру жёную я найти не смог так сразу, зато есть жёная сиена. Тоже подойдет, в принципе. Это та же охра, которую обожгли. Ну, кирпич красный, в общем. Тоже подойдет, если нет умбры жёной. Жёная сиена, соседка её. Итак, ребят, тоже надо сделать её немножко не такой густой. Слегка сделать её пожиже. Не очень много. И вот как раз сейчас я вас и попрошу сделать вот теперь наш шарик таким вот, вот уже шариком. Как будто с одной стороны, с какой-то одной стороны. Ну, у меня вот настольная лампочка вот там висит. И большая лампа у меня там вверху. Ну, вот настольная, и от настольной пущу. Вверху у меня там, прям сразу вверху. А вот вторая лампочка будет у меня вот тут она. Вот. И, соответственно, вот здесь надо сделать шерстинку. Я пока так грубо всё это покажу. Вот в этом месте. Сделать надо будет более такие шерстинки тёмные. Вот. Смотрите. Большое количество там не надо. Но движение то же самое. Вот слегка-слегка вот здесь. Вот только по краешку. За шарик не выходите. За будущий шарик. Самый краешек попробуйте оставить, чтобы у вас вот здесь лёгкая светимость оставалась. Вот той охровой шерстинки. Легонько-легонько. В крайнем случае, если чувствуете, что всё, тяжело. Тычком лёгеньким, ребят, еле-еле касаясь. Едва-едва-едва. Это тоже текстурное для шерсти подходящее движение. Можно им сделать это всё. Ну, и где-то там слегка распушили по краям. Это вот первый момент. Вот уже появляется такая сферичность этого пушистого шара. Лёгкая такая пушистость. После этой пушистости я вам предлагаю кисточку ополоснуть, как это возможно. Обязательно оттереть капельки воды, которые на ней будут внутри. В тряпочке их оставьте, пожалуйста. Ни в коем случае не оставляйте ни одной капли. И теперь, взяв чуть-чуть, буквально беленькое, совсем рисовое зёрнышко взял немножко. Много не надо. Вот даже не буду её разбавлять водой. Вот только растыкаю на палитре тонким слоем, чтобы так немного её было на моей кисточке. И вот с этой стороны, где у меня падает как бы свет, вот в этом месте я шерстинки делаю легонько-легонько-легонько. Это тоже вот так вот в разные стороны по шарику, как она у меня идёт. Но теперь они беленькие. Беленький цвет в тонком слое будет просвечивать, что находится под акрилом у вас. А у вас там охра. И вот эта охра будет просвечивать, и белый будет не белоснежный. Если вы чуть-чуть возьмёте, конечно. Но появится такой свет. Блик – это называется у шариков. Только шарик у вас пушистый. Я вам таким образом слегка приоткрыл секрет во все меховые существа. Теперь вы любой меховой объект сможете создать, используя смекалку и вот это упражнение. Вот. Котёнок ли клубком свернулся. Или щеночек. Вот пушистый элемент, ребят. Это то, что на первой ступени я называл травой. Эффект травы и как бы трава – это ключ к разным элементам, в том числе и пушистостям. Вот такой вот пушистенький шарик. Мы с вами в белке это будем использовать широко. Давайте ещё раз пробегусь по значимым моментам, ребят, которые, может быть, у вас затёрлись. Лучше их верните, потому что на шпаргалке это важно. Считайте, как формула. Формула меховых структур. Вот этот краешек, обратите внимание, он в тени, но он там остался охровый. Я его не тронул. Вот этой вот более тёмной краской шоколадной. Вот шоколадная красочка поверх. Умбра ли у вас или сиена, неважно. Вот чтобы вот этот краешек светленький обязательно оставался. Это важно. Это очень важно, чтобы вот эти пушинки светились. Пушинки, они как световоды, они пропускают свет. И тот свет, который здесь падает, если это шарик, с той стороны немножко подсвечивается немножечко. Даже вот эти теневые как раз зоны, там вот этот вот рефлекс называется на языке живописи. Ну, отцвет будем вот так попроще назвать. Отцвет с той стороны нашего шарика. Такая же петрушка вот с этой стороны. Вот здесь тоже краешек охра я оставляю. Немножечко, как он был. А потом только появляется светлый блик. Конечно, немножко бывают разные ситуации. Бывает белка в ночи, белка в сумерках, белка в полуденный день, белка на закате, провожающая солнце. Все эти белки будут разные. Ну, в смысле, белка может быть одна и та же, но вот эта ситуация будет немножко разная. Может исчезнуть вот это место, может исчезнуть вот это место. Все бывает. Но пока я вам такой более сложный вариант предлагаю. Когда вот этот вот рефлекс остается, блик немножко подальше от края. Вот такая вот структура нашей ячейки. Еще я вам предлагаю сейчас, ребят, сделать, тоже это все-таки у белки визитная карточка, хвост. Вот, поэтому я вам сейчас предлагаю отдельно сделать хвост. Вот сейчас даже намекну, как он будет у нас двигаться. Ну, например, где-нибудь вот тут вот отдельный хвост такой вот. Раз, вот сделаем. Белку потом хвосту тоже сделаем в необычном ракурсе. Вот, не оставим хвост без белки. Но пока только хвост, ребят. Вот, и вот тот вектор, о котором я вам говорил, вот эта структура, вот эта шпаргалочка, я вам сейчас предлагаю применить свойства вот этого элемента вот на этой вот штучке. Это вот загиб хвоста. И вот поэтому загибу хвоста охрочкой давайте пока сделаем это. Сейчас я немножечко увлажню, чтобы у меня была охрочка такая слегка и не густая, и не жидкая. И вот охрочка. Самые большие перышки, хотел сказать. Самые пушистости большие где-то в середке хвоста. Вот, можно сначала в одну сторону пройтись, а потом потихонечку приближаясь к кончику, все короче, короче, еще и кверху немножечко, их так чуть-чуть. Вот, как мы с вами создавали. А потом все как бы и шире, и немножко в стороны. И потихонечку спускаясь к основанию хвоста, самую нижнюю часть хвостика, тоже уменьшаем. Вот это я пол хвоста сейчас упушаю. Пока трафаретиком, ребят, как будто бы это такая вот, как силуэт хвоста своеобразный. В одну сторону. Сделав одну сторону в другую. Здесь уже я вам предлагаю спокойненько разворачивать, ребят, как вам удобно, бумажку. Это на этом упражнении шарики я вам предлагал. Такую более сложную версию, когда вот, не двигая бумагу, сделать круг во все стороны пушистым. Чтоб потом было попроще. Вот, и потихонечку пушистость вот эту наводим. У хвоста, у хвоста. Была пушистость еще та. Ширину хвоста можете задать сами, какую хотите, ребят, произвольно. Хвосты бывают разные. У бельчат хвостики одни, у взрослых белок другие. И сами должны понимать, что уж там уж. Все как у людей. Так, это я все делаю до сих пор. Все делаю колючей кисточкой. Колючая щетинка. Синтетика вот тут лежит, скучает, тоже просится. Но пока я не даю делать хвосты. Ну, надо попробовать. Ладно, дадим хвост тоже немножко. Сейчас сделаю несколько мазков синтетикой. Сейчас для начала вот здесь прыгнем. Посмотрим. Да, синтетика немножко более мягкая кисточка. Она просит краски, чтобы были более жиденькие чуть-чуть. Потому что густыми и тяжеловато работать. Может быть, придется немножко сделать пожиже. Да, синтетика, конечно, способна делать вещи, которые не сделает ни одна щетинка. Это, ребят, просто что-то. Если у кого-то есть плоская синтетика, подобрав правильно густотность, вы делать можете такие пушистости, пушистые. Ну, просто пушистее некуда. Ну, вот сами посмотрите. Вот-вот кисточка синтетика, что она творила. И вот как бы то, что все, что до этого я делал колючей щетинкой. Именно щетинка. Плоская синтетика как раз способна... Ну, да, густоту только подобрать, ребят. Немножко придется повозиться с густотой, чтобы конкретно для вашей плоской кисточки синтетической подобрать ту густоту, при которой она делает вот эти вот прям волосок к волоску. Прям пушинка к пушинке. Вот тогда будет, конечно, удовольствие особое. Вот и взмах. Легкий взмах тоже, ребят, надо будет научиться делать постепенно. Может быть, не сразу получится. Где у вас кисточка взлетает, там у вас будут острия. Плавный взлет. Кисточка становится заострен... Ну, делает заостренные элементы. Иногда бывает такая ситуация, что вот большой размер шестинки, да, получается. Соответственно, чтобы сделать маленький, вам надо будет прицеливать этот взлет, сделать его коротеньким совсем. И вот тут, может быть, тоже быть еще одна такая небольшая сложность, бывает как раз щетинкой обычной, вот натуральной, проще сделать взлет короткий, чем вот этой вот синтетикой. Потому что на взлетах коротких вот что она делает. Вот я делаю, пытаюсь короткий взлет, ребят, она не взлетает толком. То есть надо очень так вот резко чуть-чуть так вверх сразу положили и сразу взлетели вверх. Вот чтобы вот эти кончики появились. Это хлопотно немножко. То есть придется привыкать к этой кисточке, но длинные шерстинки делает, конечно, хорошо. Вот в этом плане, конечно, да. Можно прицелиться, сделать, например, чуть ли не со второй половины хвоста взлет, чтобы уже кончики вашей кисточки взлетающей были уже на краю вот вашего хвостика. Но можно промахнуться, и получится у вас неаккуратная белка. Ну, в смысле хвост. Поэтому здесь смотрите. Если легче пока щетинкой натуральной, может быть, тогда не стоит пока трогать эту. Ну, да, из-за жесткого волоса. Из-за жесткого волоса колючая щетинка натуральная. Она дает проще взлет, коротенький. Вот. Ну, а тем временем, пока я тут рассуждал, тестировал разные кисточки, хвост приблизительно готов. И, ребята, тоже точно так же. Я предлагаю сейчас его заобъемить. С одной стороны сделать его более темненьким, с другой стороны более светленьким. Боковой свет сделать такой своеобразный. Вот я подкрашиваю сейчас охручку шоколадной красочкой. Что у кого есть? Жженая умбра или жженая сиена. Обе подходят для этой цели. Вот. Сразу покажу, как я это буду сейчас, ребят, делать в массе. То есть в массе это будет вот эта зона, например, тоже. Вот именно вся вот эта территория сделана темной краской. Движение то же самое. Та же самая пушистость. Не до самого конца, ребят, еще раз напомню. Если удобно, поверните бумажку обязательно. Полосочку проводить эту не обязательно, которую я провел, потому что надо очень быстренько по бумаге, быстрее, быстрее, быстрее все делать, иначе она у вас засохнет кверху, пока будете внизу пушить ее. Это я так, чтобы вам было видно будущую траекторию сформировал. Во все стороны надо будет распушить. Можно тычком, кстати, ребят, тоже имейте в виду. Тычок очень хорошо подходит здесь тоже. Вот. Легкое затемнение. И такой же отсвет. С другой стороны, только кисточку надо будет помыть и полностью лишить ее воды об тряпочку, чтобы ни капельки не осталось. Вот тогда можно сделать еще дополнительные светленькие пушинки. Вот с этой стороны. Засветлить ее чуть-чуть. Запушить. Можно белую краску тоже с охрой смешать, если будет слишком белоснежная у вас вдруг. Бывают, надо такие партии белой краски и попадают в тюбиках, которые прям вот немножко вроде бы взял, а он прям как будто мокрый белый снег прям такой упал. Вот в этом плане, может быть, есть смысл их с охрой чуть-чуть сделать. Тоже вовнутрь границу можно делать тычком, ребят. Вот то, что вовнутрь будете переход делать. Тут уже тычок. Есть шерстинки, смотрящие на нас, а такие шерстинки, пушинки проще сделать легеньким тычком. Это вот и будут как раз те, смотрящие в нас прям. Острием. Дмитрий, а если растушевать вот эту центральную темную, которая идет на правую сторону, то есть не белой добавлять, а такой как бы растушкой, если еще не высох акрил? Можно, конечно, это можно, но когда мы вводим белую, у нас появляется как раз свет на кончике пушинок, формируется начальный. То есть здесь белое больше не чтобы осветлить, а чтобы показать как раз вот этот вот эффект свечения меха. А он бликует. Каждый элемент меха, каждый волосок, он гладкий, если помните. И вот он на свету начинает отливать, делать легкий отлив. Вот этот элемент и есть, вот внесение этого отлива. Сама форма, объем, да, Равель, здесь все верно. Сделаешь в эту сторону немножко растушевку, объем уже появится. Но чтобы сам мех светился немножко, вот у меня сейчас немножко потускнела белая краска, чуть-чуть вот слегка поярче надо немножечко, вот чтобы сам свет, вот здесь он получился у меня, вот когда светится, сам мех подсвет дает. Спасибо. Это то, что называется вот конь педальный лосница. Ну, в смысле не педальный, конь гнедой. Лосница на солнце. Вот он весь лоснится. Ворон, даже перо ворона лоснится. То есть гладкость вот эта, вот она и отсвечивает легкими бликами, такими светлыми достаточно, что у птиц, что у животных пушистых. Коты лоснятся постоянно, вот особенно равномерно окрашенные коты, вот у них какая-то часть, даже у белых котов, вот какая-то часть к свету, она еще более белая, прям такая вот прям светится. Вот это и есть вот этот символ этой белой краски. Так, вот такая шпаргалочка, ребят, но мы сейчас ее немножечко еще усложним, еще больше усложним чуть-чуть. Я вам сейчас предлагаю сделать, ну, это не будет попой белки, но это получается спинка белки, с пяточками белки. Вот, но тем не менее, вот предлагаю белку сзади, сейчас вам изобразить, вот за этим хвостом, как бы находится дальше тушка белки. Задача следующая, ну, по большому счету, мы сейчас вот этот шарик должны поставить вот сюда за хвост. Задача, чтобы у вас хвост было видно на фоне того шарика тушки белки. Вот такая будет задача, чтобы вы к этому привыкали. Это несложно. Ну, сначала, конечно же, охрочкой надо сформировать вот ту тушку, которая там будет находиться. Тоже распушать ее в стороны, может там сразу пяточки сформировать, можно пяточки не сформировать, все равно это все пушистое, все такое вот распушенное. Можно по хвостику оставлять даже какие-то там элементы, вот эти легкие светящиеся. И какого-то размера, вот там тушка белки. Вот с той стороны раз, и с другой стороны тоже. Так, здесь немножечко, наверное, в другую сторону. Сейчас буду вот так вот это сделать, чтобы взлет был кисточки. Вот в этом месте произошло слияние. Как раз вот теневая зона совпала по охрочке краешек вот с краешком хвоста, часть хвоста начинает теряться. Я, чтобы его совсем не потерять, не стал до конца закрашивать, ребят, чтобы было видно вот этот кантик, где проходит пушистость тела и пушистость хвоста. Вот там находится тушка белки. Там она такая вот что-то там грызет, нас не видит. Увлеклась орешкой. Ну, кстати, у вас будет еще одна белка. Бонусом еще одна белка родилась. Хотя удивит многих. А где белка? Так вот здесь. Так вот здесь. Вот. И сейчас мы проиграем как раз вот эти границы нашей белки. Ну, во-первых, вот это вот теневое место. Я с нее начну, как раз этого теневого участка. Тут будет тень и тушки белки. То есть хвост-хвост, а тушка-тушка. Вот у тушки тоже будет теневая зона. И как раз вот этой теневой зоной я и смогу обрамить вот этот легкий рефлексик хвоста. Легонько-легонько-легонько. Сейчас я сделаю себе эту шоколадную красочку. Чуть-чуть. И вот формирую немножко дальше, чуть-чуть от хвоста, чтобы на рефлексик место осталось. В том числе тоже, ребят, не забудьте рефлексик тушки. Вот с этой стороны, чтобы у вас тоже не до конца шла коричневая краска. И вот я потихонечку отделяю хвост. Вот хвост у меня уже отделяется от тушки. Теперь на фоне тушки видно, что вот здесь вот хвостик есть. Специально, ребят, пока не буду вверх идти, чтобы вы видели разницу. Вот где тушка отсоединилась от хвоста, вот здесь сливается пока. Слияние произошло довольно такое сильное. Вот. Сейчас пройдусь еще и вверх тоже, и произойдет разделение здесь тоже. Можно использовать тычковое движение, ребят. Тут такой маленький участок, что взмах шерстинками не совсем получается корректно. Точнее, вообще не получается. Поэтому легкий тычок. Легенький тычок, как швейная машинка стучит. Так. Тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук. Вот я полностью теневую сторону хвоста выделил. Заодно и тушка тоже у меня уходит в тень. Как и хвост с этой стороны подтемнен, и тушка с этой стороны подтемнена. В другую сторону. Сейчас немножко вас подожду. И в другую сторону сделаю другой эффект. Продолжение следует... В другой стороне будет свет падать на эту тушку, поэтому она будет здесь более светленькая. Вот этот будет основной проход. Немножко я этого же света потом добавлю и вот в верхушку своего хвоста. Он здесь немножко тоже потускнел. Акрил высох и стал совсем не просвечивать ничего. Поэтому придется это тоже исправлять. Белая краска. Вот беленькой красочкой как раз. Вот я вот эту территорию сейчас все высветляю. Вот эта вот зона. Сейчас сразу я так обозначу, ребята. Вот эта вот у меня будет светиться более сильнее, чем все остальное. Вот я растушевываю это все легонько, оставляя краешек немножко охровый, слегка нетронутый по возможности, хотя бы чуть-чуть. Вот. Легонечко тычком разбиваю все остальное. Сейчас пока очень ярко чересчур, но когда она подсохнет, она не будет такой яркой. Акрил, слава богу, просвечивает хорошо. Вот пока подсыхает. Сейчас у хвостика тоже вот это вот местечко посветлее сделаю. Именно верхушку. Можно похулиганить. Например, там какое-нибудь ухо, кисточку уха там вытянуть где-нибудь там торчит. Можно уши как бы с той стороны, как у йода сделать. Тоже будет весело. Вот. Можно даже вывести, в принципе, мордочку, ребят, так вот чуть-чуть вбок слегка такую философскую, задумчивую белочку сделать. Прямо где-то вот здесь, например, будет кончик носика, например. Вот. Единственное, только тут уже она будет приглаживать по лобику. Если это будет головушка здесь у белки, то по лобику мы ее гладим от носика. На щечки потом так тоже спускаем вниз от носика уже туда вот в зону щечки. Легонечко гладящими движениями, потому что шерстка на голове, другая, ребят, совсем другая, нежели шерстка на тушке. Вот. Там носик остался. Вот. И взмах на кисточку будущую. Там кисточка, если будет маленькая кисточка у белки вот здесь вот. Бумц. Вот такая там будет белочка выглядывать. место, где у меня хвост с головой слился, в этом месте я добавлю глаз. Не буду сейчас брать другие краски. У меня сейчас много этой коричневой осталось красочки шоколадной. Вот на ней и сделаю. Элемент глаза. Как раз вот где-то здесь и будет выглядывать такой хитрый глаз. Она нас увидела. Она нас увидела и повернулась хитренько. Носик тоже тёмненький. И улыбочку добавлю, чтобы можно было улыбнуть. Надо чёрненький, конечно, глаз делать, но ничего. Здесь пока просто как упражнение. Хоть и весёленькое. Она нас увидела. Всё, мы попали. Белка увидела нас. Кисточки можно более тёмненькие сделать на кончиках. Можно даже сделать намёк, что это на какой-то ветке находится всё. Всё, всё равно краска засохнет. Так, хоть какая-то уже идея, ребят. Может, кому-то она понравится потом. Можно её потом сделать. Будет даже так поинтереснее. Тут какая-то белка нахохлилась. Ну, да, точная идея будет вот такая вот. Тут уже рассказ можно сочинить. Что это за такой комок меховой? И что там белки устроили? Белка смотрит вниз. Что, Люда? Белка смотрит вниз, и только её попу видно. Может быть, может, бельчонок хулиганит. Не знаю, всякое бывает. Ну, может быть, да, может быть, вниз. Вот, ребят, ну, на будущее. Там, когда мы будем уже с вами белки делать, тоже обязательно мы будем ставить с вами маленький блик на глазик. Лёгенькая, маленькая такая точечка. Её можно ставить бамбуковой палочкой. Можно сделать маленькое остриём нашей палочки. Например, вот у тонкой кисочки есть вот это вот маленькое такое остриё на конце. Можно им поставить белоснежную такую либо чёрточку, либо точку. С такими элементами глазик кажется более таким светящимся чуть-чуть. Вот, ну, чтобы упражнение было немножко повеселей. Как бы сгладил сухость лекции маленьким элементом весёленьким. Ну, вот, ребят, это такое маленькое введение, скажем, вот во все эти пушистости. Поначалу тоже будьте спокойны, что если пушистость будет казаться такой мокренькой, вначале так бывает. Ничего такого там опасного. Тем более ещё и на всякий случай, давайте наметну, можно делать пушистостью двумя движениями кисточки. Я вам сейчас больше акцент давал, конечно, вот на вот этот вот взмах. Когда вот вы делаете взмах кисточкой, у вас образуются вот эти вот элементы заострения на кончиках. Если у вас кисточка делает длинный взмах с жидкой краской, будет один тип вот этих элементов. Коротенький тоже надо будет тренироваться. Вот всё требует, конечно, тренировки. Потому что сами движения непривычные для нашей руки. Мы так не привыкли работать. Мы привыкли чётко. Вот точка начала, вот точка конца линии. А тут, получается, мы делаем взлёт. И этот взлёт, он непривычен для нашей руки. Но если он сложноват, можно пока двигаться вот таким вот движением. Вот просто вы тукаетесь кисточкой, стукаетесь, делаете текстуру такую, в которой тоже... Особенно щетинки. Сейчас я синтетикой работаю, но вот щетинки это движение делают лучше. Особенно, если у вас есть огромная щетинка. Вот это вот огромная щетинка большущая. То, что мы называли кисть судьбы. Да и, наверное, будем дальше так называть её. Кисть судьбы. Вот такая большущая кисточка. Вот она вот делает, вот если таким тычком работать, вот такую штучку. Вот такой тычочек. На этом тычке можно формировать тоже пушистости. И очень хорошие. Тоже можно сделать пуховые элементы. Они тоже будут... Конечно, шерсть будет более плотненькая, вот, более сбитенькая. Но тем не менее, тоже вот, если краёв резких нет, появляется иллюзия пушистости. Неважно, растение ли это, или шерсть это, либо цветок какой-то. Всё равно вот размытый край говорит о том, что это что-то такое мягкое, рыхлое. Вот как бы вот именно вот такое движение тычком. Тоже можно формировать всевозможные пушистые элементы. Вот и хвостики можно формировать, так и саму белку. Вот это вот один момент. И последнее, что я хотел сказать вот в этом упражнении, ребят. Я вам показал, конечно, вот сейчас два приёма, как можно формировать шерсть. Но в белочках, особенно на А3 формате, который мы с вами будем делать уже нашей картиной, всё равно нужна будет косметическая пропись. Ну, я её так обзову. Косметика. Это когда вы берёте тонкую кисть, подводочную, можно сказать, и какие-то отдельные шерстинки потом делаете вот этим же самым движением, но вот уже отдельно. То есть это практически вы формируете какие-то прям краевые пуховинки, краевые вот эти вот мягкие волоски уже тонкой кистью. Каким-то таким цветом, чтобы его было видно. Понятно, что охры на охре только краешек будет видно, скажем так, вот здесь вот вряд ли что-то получится, но где-то, например, ямки можно зарастить, какие-то там места не очень такие изящно получившиеся, сделать мех более таким равномерным, а не таким вот, как вот у меня немножко всё равно получился как раз тот эффект, мокрая белка я это называю. Белка мокра. Вот чтобы эту мокрость белки убрать, шерсть надо сделать более плотненькой, более такой чётенькой, и вот как раз здесь на помощь приходит тонкая кисточка. Все движения те же самые, но только вот коротенькие, маленькие. Тонкой кисточкой управлять проще, после того, что натворила большая. Вы можете даже причесать волосики в каком-то направлении, например, большая часть, например, если у вас всё в растопырку, то вот здесь как раз вот на этой прописи вы можете сформировать, я сейчас специально сделаю посильней, чтобы вы этот приём увидели, чуть поинтенсивнее это сделаю, например, всё в направлении каком-то общем. Как будто действительно аккуратненькая такая сразу стала структурка шерсти, даже может быть с каким-то таким вот выходом на кисточку в том числе. Вот сейчас буду формировать выход на кисточку. Это круглая кисти, да? Это круглая синтетика. Второй номер сейчас у меня. Первый номер очень часто надо макать в краску, постоянно макать в краску. Лайнер для этой цели не подходит из-за длинного хвостика. Это именно второй, третий номер, четвёртый может быть. Лишь бы остриё на конце было. Вот. И вот потихонечку сейчас шерстинками я сейчас формирую, придаю форму. Как раз фактически я причесываю вот этот мой шарик в какой-то такой элемент, уже более аккуратненький. Не важно, что это будет, ребят. Но вот теперь вот он такой вот весь вот уже не в растопырку во все стороны, а уже чуть-чуть и шариком остался, и направление шерсти появилось. Особенно этот элемент важен в косметике хвоста. Потому что хвост сейчас какой-то такой немножечко, ну вот он такой сбитый как будто такой чуть-чуть. И вот как раз прописью тонкой кисти вы можете придать вот эти все уникальные для белки элементы. Конечно же, здесь не будет видно, например, такую же охру на этой охре. Тут придётся подбирать цвет, например, охра с белым цветом. Или охрочка, например, с умброй, чтобы её видно было на этом фоне. Тут надо брать те краски, которые будут видно на той структуре объёма, который вы сформировали. Поэтому, когда мы с вами будем делать белку, у нас с вами будет такая фаза, в которой будет вот этот вот элемент сделан, чтобы объём у белки появился. И вот когда этот объём появится, мы потом пройдёмся тонкой кистью по всему этому объёму и причешем её красиво. Вот, собственно говоря, я вам накидал каркас нашей дальнейшей работы. И на этом месте нам нужна большая картонка. Как будете готовы. Карандашом надо будет там чуть-чуть поработать. Вот, все кисточки не забудьте, пожалуйста, в воду макнуть, ребят. Акрил, если заморозится на вашей кисточке, ну, в смысле, засохнет больше, не отсохнет никогда. А, ошибся по привычке. Привычка, ребят. Привычка, что всё время на третьем работаем. Да, было такое. Но если кому-то очень хочется отреть, ребят, тоже не подумайте, что я настаиваю. Сейчас я мастихинчиком палитру свою очищу. Более того, в принципе, ну, если от четвертого формата, ребят, у вас нету картонки, но можно поработать, конечно, и на этой бумаге плотной. Только, пожалуйста, там, вот когда кое-что будем делать, там надо будет... Ну, расскажу потом, что сделать. Не буду сейчас забегать вперед. Кто будет на бумаге, это сделаем тоже. Всё, пока я зачистил. Группа зачистки зачистила палитру. Полетели. А четвертый форматик, ребят. На этом, а четвертом форматике, я запрошу сейчас нарисовать какой-то ракурс белки. либо с того, что мы с вами делали, либо придумать какой-нибудь ещё, либо, как вариант, могу вам подбросить вот эту вот идею. Идея забавная. Вот такая хитрая немножечко тоже. Тут, в принципе, ракурс получается на нас смотрящий. Вот. Как раз на четвертый формат она сюда очень даже хорошо входит. хитрая белка. Вот. Смотрите, самые разные варианты подходят. Даже вот эта вот наша структура, которую мы с вами делали, даже она подойдёт, как вам будет комфортно, ребят. Если вот эта структура вам тоже была любопытна, можно её. Но размер, пожалуйста, чтобы она у вас была ну вот прям такая вот крупненькая. Маленькую не делайте. На маленьком таком, чтобы прям маленькая-маленькая. Дима, а холст мы ещё не трогаем, да? Это всё ещё тренировка. Нет, это холст я взял. А, это же холст. Да, вот он у меня загрунтованный, уже всё. А четвёртый? Вот, при желании, ребят, можно на третий. Смотрите, здесь я спокойно к этому отношусь, и вы тоже спокойно относитесь. Если и хочется, можно и на третьем. Вот, смотрите, какой вариант вам будет ближе. Вот. Дима, бумагу тоже грунтовать надо? Нет, она уже белая. Грунтовать белую бумагу не надо, потому что она белая. Картонка вот эта вот, например, картонка была вот такого цвета. Поэтому картонку надо сначала сделать белой, чтобы всё сверкало, и чтобы всё было хорошо. У бумаги надо будет другую процедуру сделать, но она полезна и для картона тоже. Угу, спасибо. Пожалуйста, ребят. Вот, вам сейчас надо создать какую-то белку. Какую-то белочку карандашом. Либо упрощённый пока... Ну, как сказать, он тоже вот, хоть кажется, что упрощённый, довольно элегантный, красивый, традиционный. И даже какая-то у нас фабрика... Ой, забыл. Конфетная эта фабрика взяла этот символ-то. Помните? Ещё в советские годы. Родфронт. Да, по-моему, Родфронт. Или Красная Октябрь. Или Красная Октябрь. Но я помню, что конфетный вот этот символ белочки такой. Вот. Поэтому смотрите, ребят. По большому счёту, всё описывается на кругах. Если брать вот эту белку, которая сейчас у меня есть, вот здесь как раз вот круг, вот один круг вот так теперь, а второй круг, вот он немножечко вот он. То есть, если вот эту белку я вам показывал, кружочек был вот один такой вот овал, скажем так, овал, не кружочек всё-таки, вот, а второй голова, то вот в этом ракурсе белка меняет позицию уже вот в такую ситуацию. Один круг — это сама тушка, скажем так, вот тушечка, а голова смещается вот аж вот сюда. Вот в такой ракурс получается. И, соответственно, мы уже видим оба ушка у белочки. Вот. Там где-то у неё появляется хвостик. Тоже его можно загнуть по-разному, как хотите. Вот здесь он больше вот пошёл по такой траектории. Вот. Пумц. Вот. И уже лапочки. Пошли лапочки. Раз. Сама тушечка, лапочка. Два. Вот. Ну, и так вот. Образно, ребят. Вот. И опять же, вот это вот забавные вот эти вот ладошки. Вот. Если так вот перевести быстренько на схематичность, вот эту белку вот по схематике в принципе тоже несложно. Хоть кажется, что ракурс такой необычный, ребят, всё равно два круга. Круг тушки образуется у белочки. Она такая вся круговая. Есть, конечно, художники, которые любят использовать два круга на тушку. Там, знаете, как формируются тоже. Вот если будете потом вопросы следовать, увидеть такую схему, что тоже вот тушка общая, тушка потом переход на грудку и тушка на голову. Вот есть такая вот система. Ну, я одно время её муравей называл. Вот. Головогрудь появляется. Но, в принципе, она всё равно красивая. Она тоже появляется. Вот есть. Кому-то проще. Вот плечик потом выводить из этой части. Вот. Но если белочка присела, это, скажем так, если она привстанет, если она, белочка, привстанет, да, мы вот так её увидим. Если она присела, немножечко отдыхает, спокойненько, расслабленно, то вот этот кружок, он как бы немножко исчезает. Как бы он так входит в тело чуть-чуть, и мы его так не видим уже. Вот. Поэтому, смотрите, можно по такой структуре пойти, можно по другой. Тоже, в принципе, всё подходит. Ну, какой-то вам карандаш я вам сейчас предлагаю создать, чтобы у вас карандаш был таки, чтобы вы уже видели вашу структуру, ваши белочки, головушки. Вот. Обычно, чаще всего, животные очень проворные и стараются видеть 380, ой, 380 не получится, 360 градусов вокруг. У них есть опасности, за которыми надо следить, поэтому животные, как многие грызуны, имеют многих таких товарищей, кто на них охотится, поэтому им надо смотреть, что происходит на затылке, что происходит вдалеке. Ну вот, и белочкам, конечно, приходится из-за этого быть более внимательными, чем всем остальным животным. Спасибо. 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 Вместо белочки на холсте заяц получается. Да, эта фаза может быть. У кого-то из вас может сейчас появиться вместо зайца и белочки хомяк, опять же, ребят. Собственно говоря, вот как бы голова песчанки здесь у меня четко. Вот там песчанки у меня были как раз такие. Было время, когда я песчанками занимался. И даже ушки такие же, как у песчанок. Вот. Хомяки, кстати, некоторые тоже такую версию имеют. Очень похожую. Так что, в принципе, удлините немножко ушки, чуть-чуть подлиннее сделайте вот саму вот эту вот именно вот ушную вот эту зону более длинненькой, все, у вас будет заяц. Как бы, если мы берем так вот это ухо, ставим вот такое вот. Жих. Вот так вот его сделать. То есть, не такое вот маленькое, а вот такое вот. Хоп. И вот у вас будет хорошенький кролик. Дмитрий, не сбивай. Ничего. Это все, это все очень близкие, как бы, скажем так, существа, поэтому... Из этого вдруг с белочки получился зайчик. Ничего. Зайчик полезно. Укорачивайте ушки, и все будет хорошо. Лист горизонтально располагаем. Ребят, вот тут уже вопрос сложный. Вы можете его сделать под наклоном этого персонажа, чуть-чуть. Вот, единственное, что только смотрите, чтобы центр тяжести у вас был так расположен, чтобы оно не падало у вас. То есть, вот как бы, да, как-то надо так вот, чтобы вот эта часть была горизонтальна, все остальное можно даже так вот очень подвигать. Субтитры сделал DimaTorzok, я сразу домикнул, щечки тоже такие легенькие. Есть территория тоже вот у многих грызунов, в том числе и у белок. Вот эта вот часть, ребят, как раз вот брюшенка, выход на горлышко, туда вот на подбородочек, они более светленькие. В мультиках во всех, там Чип и Дейл спешат на помощь, в наших советских мультиках, когда белочку рисуют, там, помните, вот эта вот светленькая зона, она всегда обозначается очень четко. По щечкам как раз проходит вот эта вот цветовая зона до нижней челюсти. Прямо вот так вот идет. И у лисанек, она также бывает, кисанек, и у котиков тоже. Вот более светлая вот эта вот зона. Вот тоже вот об этом помните. Там более светлый мех, более такой легенький, более такой мягенький. Вот здесь я реализовывал как раз, вот мне очень понравилась эта идея с мхами, которые так вот пень обволокли. И по структуре эти пни были, в смысле эти мхи были похожи, как вот и сам элемент структур белок. Поэтому вот меня зацепила вот эта идея. Очень понравилась. Ну, если не говорить еще о тот момент, что я в детстве пытался такой мох выращивать, у меня ничего не получалось, меня это досадовало. Интернета в то время не было, чтобы узнать, как это делать правильно. Нигде в библиотеке найти не мог эта информация. И вот у меня мох за мхом из леса принесенный так вот засыхался, и ничего с ней не получалось сделать. А в лесу мне как раз вот эти вот штучки очень нравились. Я часто вот по грибам с папой ходил, такие видел. но не получалось такое сделать. За белкой тоже, ребят, смоделируйте какую-то ситуацию, либо какие-то ветки, либо какой-то ствол. Здесь получается вот структура веток может быть как-то вот либо большая какая-то ветка, типа там какая-то развилка, либо пень какой-нибудь старый. Можно просто ствол, от ствола какая-то веточка выглядывает, на которой белочка отдыхает. Тут уже смотрите, как вам будет комфортно, ребят. Тут разные можно варианты использовать. Белки прекрасные, на тоненькой ветке могут перекусить, подумать о сущем. Вот еще раз напомню, у белки четко выражена верхняя и нижняя века. веки могут действительно двигаться и нижняя века немножко подвижно, как и у нас с вами, так и верхняя моргающая, закрывающая глазик. Поэтому белка может делать ужимки глазами. Ну, мы на человеческий язык, переводя эти жесты, можем их описать как ужимки. потому что иначе это никак не описать, как белка над нами хитрит. У меня получается белка, как будто она проглотила очень большой орех. Ее так растарабанило, бедную. Ну, можно это потом... Придется сейчас это... Придется ее похудеть. Можно уменьшить, вот как вариант, если в этом ракурсе, то, что вот я делаю сейчас, уменьшаем, вот как растушку, вот так берешь, так прям процентов 10, прям так, хоп так вот, и убираем. Опять же, белка иногда кажется, что она полненькая от того, что она просто нахохлилась. Она может, как и птица, сделать неожиданно в полтора размера больше весь свой вот этот вот элемент шерсти, приподнимая вот свой размер, увеличивать сразу резко. Так что вот, может быть, еще и хорошо все будет. Но с другой стороны, проще сделать потом полненькую белку из худенькой, чем из полненькой худенькую. Вот это да. Вот, ребят, и если готовы, какая-то уже идея потихонечку так оформляется в карандашике. Еще давайте акценты разбросаем. Первый акцентик. Вот глазик, если у вас есть у белочки, в боковом ракурсе или в таком вот полуповоротике, все равно над глазиками, там где-то второй глазик, вот как раз над вторым глазиком это будет видно. Здесь не очень. Вот это вот небольшая шишечка. Это важный элемент очень. Скажем так, я специально сделал здесь примизну, которая формирует крысючность небольшую. То есть именно вот как раз крысюки имеют вот здесь более такую вот дугу, более сглаженную. У белочек здесь все равно немножечко надо вот легкая такая вот шишечка. То есть вот я немножечко сделал эту шишечку, сразу немножечко уменьшилась вот эта вот система, которая крысючность. Следующий. Я от крысючности еще оставил остренький носик. Тоже вот имейте в виду, у кого остренький носик, сгладьте его чуть-чуть. Он не такой чересчур остренький, мягенький. Вот. Следующий момент. Между ушек, ребят. Если у вас появилась вот такая шишечка между ушек, сгладьте ее, пожалуйста, чуть ли не в плоскую. Чуть-чуть тоже, чтобы у вас была больше округлость головушки. Так вы еще ближе к белке подойдете. Следующий элемент. Ушки. Ушки заходят немножечко чуть-чуть ниже. И вот как раз вот самый кончик ушек можно формировать вот в эти вот кисточки. Здесь они у меня очень светленькие остались. Практически вот тут немножко еще видно ее. Я их не стал дописывать. Более того, вот краешек ушка, который к спинке, вот его можно размахрить еще чуть посильнее. Сделать здесь побольше вот этой пушистости. Вот именно ту часть, которая туда вот уходит. Назад. Вот такой вот элемент. Дмитрий, если по пропорциям, то высота ушек чего примерно? Половинки головы? Люда, это очень сложный вопрос. Знаешь почему? Потому что ты увидишь и такие, и такие, и такие. Здесь нету жесткой привязки. Похоже, на это влияет возраст белки, вид белки опять же тоже. Ты увидишь, где есть ушки, чуть ли не как заячьи по пропорции к голове. То есть вот какая голова вот по размеру, вот такое же ухо здесь. Вот высокая, длинная, нередко сложенные такие вместе вот в такую вот какую-то корону. Два ушка сложенные в корону такую интересную. Таких тоже много белок. Вот не могу тебе сказать. Поняла. Равно как и вот южные белки. Я их, правда, не видел. Хоть вот тут обитаем. Я не видел пока южных белок, но я слышал, что у них ушки коротенькие. И кисточек у них нет. Нет, кисточки есть. Ну, рудимент может быть. Ну, такие, не сильно большие. Да. Вот те, которые я в петодворце кормил с рук, вот у них были кисточки, так кисточки. Там можно, как говорится, художник счастлив. Вот. А тут как-то вот на фотографиях рассматривал южных белок, но что-то как-то не поживиться. Даже на первый номер не соберешь. Вот, ребят, и сейчас то, что надо будет сделать нам перед завершением нашего дня сегодняшнего, вот это все, пожалуйста, закройте жидкой-жидкой охрой. Особенно, кто с бумагой. Вот там просто очень важно. Кто работает не с бумагой, нам нужно только белку накрыть и все, что у вас карандаш. Вот все, что карандаш, тоже, чтобы было накрыто этой охрой. Кто с бумагой, прям вот жидкой охрочкой, все широкой кисточкой, вот это все прогладить надо, чтобы она была вот у вас такая четкая, вся вот заклеенная бумага. Вы как бы этой жидкостью заклеите все поры бумаги. Плюс то, что нам надо, кто работает на холстах, либо на холст-картоне, либо на картоне, этой процедурой мы фиксируем карандаш, чтобы вот эти все карандашные наши почерпушки ни в коем случае не попачкали наши будущие краски у белки. Карандаш имеет такой момент графитом пачкать цвета. Особенно в густых красках. Когда мы колючей кисточкой начинаем здесь делать пушинки, у вас карандаш смешивается с пушинками, белка становится грязная, как будто извалялась в золе. Что, кстати, они тоже очень любят делать. Какой-нибудь мягкой кисточкой. Конечно же, охорочка надо будет, чтобы она развелась у вас обязательно с водичкой. Пожиже ее надо сделать, чтобы она у вас была жидкая. Вот. И жиденькая красочка все вот это вот закрываем. Воды много, ребят. Правда, много очень. Как бы здесь воды не жалейте. Где-то, ну, как минимум, пол чайной ложки это будет так скромно. А вот чайная ложка самая то. Сейчас я ее вылью как раз вот из этой баночки. У меня есть как раз вот чистенькая. Краски в тюбиках густые, повторюсь. Вот кто, может быть, не знал этого. Густоты акрила хватает, разведя его даже до жидкого состояния, закупорить все поры такой вот пористой основы. Какой является бумага и некоторых видов картонов. У кого картоны как раз. Холст на картоне, в принципе, там только главное карандаш. Зафиксировать карандаш, потому что карандаш вот после такой смазочки больше не будет пачкаться. Вот где карандаш есть, вот фактически только карандашикой обработать. Ну и белку сделайте, чтобы белка у нас будет тепленькая. Вот, чтобы она была у вас такая тепленькая. И дальше закрывайте. Причем уже на этой фазе, может быть, увидите. Вот здесь вот я специально на одном месте погуляю. Вот серый, серый охран становится сразу. Вот это и есть вот то свойство карандаша, которое нам надо заблокировать, чтобы нам больше карандаш здесь не пачкал ничего. Если, ребят, будет время, желание, можно до следующей нашей встречи сделать фон вокруг белки. Саму белку я спрошу, пока не спешите, дайте себе отдохнуть и белке. А вот фон, если будет желание, можете обыграть. Если какие-то идеи пойдут. Не пойдут, не обыгрывайте, потом обыграем. Вот то, что я сейчас сделал. Это надо сделать минимально. У кого холст картон, а у кого картон и бумага, вот целиком все, ребят. Все порочки, все поры, вот эти вот все, микросистемы пор. Заклеиваю таким вот образом. Потом будет легче работать акрилом. Он не будет у вас высыхать очень быстро, потому что вот эта вот основа, которую мы сейчас создаем, на ней краски немножко притормаживают высыхание. Высыхание обычно идет двумя способами. Высыхание в основу, когда ваша основа влагу забирает из ваших красок, и высыхание непосредственно от влажности вашей квартиры. Если у вас очень влажно, высыхает медленно. Если очень сухо в помещении, очень быстро все сохнет. Вот. Но когда высыхает и от того, что основа в себя впитывает, и от того, что воздух забирает на себя влагу, это очень быстро, слишком быстро. Поэтому как бы вот один из элементов мы сейчас уменьшили. То есть теперь только влажность вашего воздуха. Эти поры, которые мы закрываем, уже не будут втягивать в себя краски. Закупорены. Такой секрет. Вот на сегодня все. Белка наша на этом мы завершаем пока. Следующая белка у нас будет 6 числа перевернутого. Вот. В день следующей встречи, ребят, желаю всем, чтобы вы мирно провели этот день. 9 число будет у нас такое хитренькое. Будьте осторожны, внимательны с близкими, с родными. Будьте аккуратны со своими чувствами. Белка вам поможет. Не просто так мы эту белку закидали в это время. Особенно 9. Вот 9 как раз. Надо будет с белкой быть прямо с улыбкой внутренней. Вот прям всем своим родным, близким друзьям посылайте улыбку от белки. Прям беличью улыбку. Вот, чтобы были белые, пушистые такие вот. Ну, белые, пушистые. Белая белка. Какой красивый архетип. Белая белка. Здорово. В общем, будьте белыми белками 9 числа. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, ребят. Спасибо. Запись вот этого, то, что вы... Благодарим, благодарим. Благодарим. На ютубе будет или на сайте? Я точно не знаю. Скорее всего, это будет, наверное, на ютубе, а ссылка будет на сайте. Наверное, так. Сейчас мы уточним. Сейчас у меня это все оцифруется. Я пока еще и сам не знаю, если честно. А открытые курсы прямо там, где новости и анонсы, там есть открытые материалы. Да, видимо, там. Спасибо. Смотрим. Спокойной ночи. Спасибо большое. Спасибо всем. Спасибо. Спасибо большое. Очень хороших слов. Доброго. И хорошо отдохнуть. Давайте. Всего доброго. До свидания. До свидания. Продолжение следует...